Как и когда Вы познакомились с Павлом Павловичем Глобой? С Павлом Павловичем Глобой я познакомился в начале 90-х годов, когда еще на первых его больших лекциях, в том учился в его школе. И я астрологией-то начал увлекаться где-то с 80-х, прочитал много направлений, читал и западной астрологией. Но вот предпочтение, особенно после выхода книги из школы Глобы в 90-м году, я понял, что мое предпочтение будет как раз авистийской астрологией, основоположным которой является Павел Павлович. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, каким преподавателем является Павел Павлович Глоба? Слова тяжело подобрать, потому что эпитеты хорошие преподаватели. И самое главное, методически, как я считаю, в него правильно построен процесс, как лекционный, так и особенно на практике, на примерах из его богатой коллекции гороскопов и людей, с которыми он общался, их истории. И это переложено на астрологический язык их карт и астрологических событий. Поэтому преподавание его, я считаю, доступное и понятное для всех. И поэтому я с большим удовольствием посещаю все его занятия, которые есть возможность. Самое интересное, что на всех последующих занятиях он, как правило, не повторяется, есть что-то новое. Поэтому очень интересно посещать его все занятия, потому что с каждым годом он что-то новое вносит в эту науку интересное. Расскажите, пожалуйста, о личности Павла Павловича Глобы. Как бы вы выделили ее исключительность? Исключительность Павла Павловича состоит, во-первых, его преданность в свое дело, плюс, можно сказать, гениальность, потому что он фактически возродил авистийскую астрологию по определенным обрывкам. То есть ему присуща такая, я считаю, как работоспособность и настойчивость, и самое главное, увлеченность своим делом и достижение цели. Он цель, которую поставил еще, насколько я понимаю, в конце 70-х годов, когда начал заниматься под рукой своих родственников, деда своего. После этого он поставил себе цель и шел неуклонно к этой цели, то есть целеустремленность, одаренность, настойчивость, черты. Ну и плюс, можно сказать, большая доброта, то есть его отношение к ученикам, тоже можно это отметить, что невдовлетворенных, ну вот с моей точки зрения, я вот столько, много лет занимался, все, в принципе, довольны им, как человеком, то есть и с большим желанием. У многих, я замечаю, желание с ним общаться больше, у него времени такой возможности нет, и именно от него услышать пожелания, то есть он в то же время отзыв человек. Ну вот так, если кратко, основные качества. Что Вы могли сказать о вкладе Павла Павловича Глобы в развитие науки астрологии? Ну, здесь я, может, немножко повторюсь, но тем не менее, я опять вернусь к тому, что Павел Павлович, можно сказать, у истока в астрологии, потому что, как я говорил, я еще тоже в 80-х годах изучил много направлений астрологии, разные направления. И я могу сказать, что именно авистийская астрология, она в более доступной форме, в более глубокой форме им воссоздана, то есть белых пятен там почти нет, то есть события, циклические события, которые он описывает, на основании чего он делает выводы по определенным, они обоснованы математически, обоснованы, аргументированы, а вот в других, будем говорить, направлениях очень много непонятных вещей и выводы строятся на неких умозрительных заключениях. Поэтому я считаю, что именно благодаря ему астрология стала популярна настолько, что сотни, тысяч людей, наверное, миллионы увлекаются. И здесь, конечно, ему хочется пожелать, чтобы у него есть, насколько я знаю, желание это сделать все-таки профессией, чтобы он смог этого добиться, чтобы было это профессиональное образование. И тогда на базе этого института астрологического как раз будет площадка для развития этой науки, которую он и так поднял на очень высокий уровень. Скажите, пожалуйста, какие открытия Павла Павловича Глоба помогли вам сформировать свое мировоззрение и систему ценностей? Ну, я думаю, это одно из главных как раз и отличий авистийской астрологии от других направлений и других гуманитарных. Это этический императив, который присущ как раз авистийской астрологии, и которую Павел Павлович постоянно отразит и доходчиво объясняет, что это главное, чем руководствоваться в изучении не только стра любой науки и любых знаний или, воборот, это этический императив. И вот благодаря этическому императиву, именно оценивая события, которые происходят в жизни и помогают найти правильные решения при выборе определенных или путей развития, в том числе я не говорю уже о его таких научных открытиях, которые он сделал именно в астрологии, это и лунная астрология, это медицинская астрология, которую я уже прослушал. И благодаря учебе я фактически смог оценить свою жизнь, понять причины. У меня в свое время были вопросы, я хотел в свое время задать их, встретиться с Павлом Павловичем, задать, но за время учебы я, в принципе, благодаря ему ответил практически на все вопросы, которые меня интересовали. Поэтому я считаю, что это большая удача, что мне довелось учиться у Павла Павловича. Спасибо вам большое. Вам спасибо.